Приветствую всех, вы на канале След Истории. Сегодня речь пойдет про детей Камдива, как сложилась жизнь потомков Чапаева. Еще со школьной скамьи многие, помнят рассказ о гибели Чапаева. Как он, тяжелораненый, переплывал вместе с Петькой реку Урал и утонул. Где его похоронили, осталось тайной, ведь Урал так часто меняет свое русло, что могилку, наспех вырытую в прибрежном песке, найти больше не смогли. По другой версии Чапаев, раненый в живот, все же смог переправиться через Урал на деревянной створке от ворот. Однако рана была настолько тяжелой, что Камдив, потеряв много крови, скончался. Опять же могила осталась неизвестной, хоронили наспех, где-то на берегу Урала, закидав место камышом. По описаниям тех, кто присутствовал тогда, конечно же искали могилку Чапаева, но так и не нашли, там давно уже плескались воды Урала. Родственники Камдива так и не узнали, где покоятся останки отца, деда. Но сохранили много воспоминаний о его жизни. Дочь Клавдия и правнучка Евгения, много лет собирали, и бережно хранили всю информацию о том, как жил легендарный командир дивизии, какая у него была семья, и какие кипели в ней страсти. Женился будущий Камдив Рана, на местной красавице Пелагеи Метлиной. Василию пришлось выйти на заработки, чтобы обеспечить семью, а потом началась Первая мировая. Все это время Пелагея ждала мужа, проживая в доме его родителей. Ясно, что многие свекрови живут с невестками, мягко говоря, не очень хорошо. Так случилось и здесь. Пелагея была дочкой попа, а Василий, из бедняцкой семьи. Вот и не взлюбили крестьяне поповскую неженку. Та, видя подобное отношение, тоже не отставала. Ругались страшно, дрались. Пелагея порой бросала свекрови маленьких детей, и уходила в соседнее село, пожить у своих родителей. И в один прекрасный день просто не вернулась домой. Сплетницы зашушукались, Пелагея-то Чапаева живет с женатым мужиком Макаром. А где Макарова жена? Выгнал тот ее. Василий же в то время был ранен, лежал в госпитале. Недавно в том же госпитале на руках Василия, скончался его лучший друг Петр, которому тот пообещал позаботиться о жене и детях. Немного подлатавшись, поехал домой. А там ждала весть об измене жены. Два сына в то время находились у Пелагеи, Василий их забрал и остался жить в доме. Найдя жилище Петра Камешкерцева, Василий сказал его вдове, чтобы не стеснялась, просила, чем помочь. Постепенно они сошлись. Ее тоже звали Пелагеей. Но Василий не любил ее, так и не смог забыть ту, первую. Сначала она пыталась что-то делать, чтобы сердце Василия растопить, но со временем поняла, что бесполезно, и завела любовника. Так они и жили, вторая жена Пелагея, сожитель Георгий Живоложинов, две дочери Пелагея Олимпиада и Вера, и два сына Василия от первой супруги Саша, 9 лет и Аркаша, 5 лет. Старшая дочь Василия и первой Пелагеи Клавдия не пошла в дом мачехи, оставшись жить у деда с бабкой. Василий же пошел на гражданскую войну, воевать с беликами на Урале, где и погиб. У детей Чапаева было трудное детство, отчим их ущемлял, даряли штумаки и подзатыльники. Клава же оказалась в детском доме, когда престарелые дед и бабка умерли. Однако все они выросли и стали достойными продолжателями своего отца, не сломавшись и не озлобившись. Он пошел по стопам отца, став героем Великой Отечественной войны. Он учился в артиллерийском училище, успешно служил, и к 1941 году уже был командиром дивизиона противотанковых орудий. С боями Александр побывал на всех фронтах, был несколько раз ранен, получил много отличий. Однако звание героя СССР так и не получил, хотя представлялся. Его потомки думают, что Сталин не дал это звание сыну, так как ревновал к славе отца. В послевоенные годы Александр Васильевич по-прежнему служил и дослужился до звания генерал-майора. За время его военной карьеры сыну Чапаева довелось побывать на Тотских учениях, когда на полигоне у Оренбурга была взорвана советская атомная бомба. Он умер в 1985 году, в возрасте 74 лет. У Александра было два сына и дочь. Старший связал свою жизнь с армией, а младший – сначала с кинематографом, а потом с внешней торговлей, работая в Минторге, а потом в Минпроме. Дочь тоже работала в кинематографе художником-постановщиком. У троих детей Александра много детей и внуков. Клавдия, родившаяся в 1912 году, познала трудное детство, размолвки родителей, скандалы, потом развал семьи, смерть бабушки, деда, отца, дедом, голод и болезни. Но она все выдержала, нашла свой путь в жизни. Отучилась в школе, поступила в строительный институт, но перевелась в Москву, в пищевой. Но окончив его, стала работать в партии, до самой своей смерти. Клавдия смогла добиться того, чтобы в Балакове открыли дом-музей Чапаева, сама собирала по крохам сведения о жизни отца, написала монографию. Квартира Клавдии Васильевны – это настоящий архив музея памяти Камдива. Она умерла в 1999 году, в возрасте 87 лет. Семейная жизнь самой Клавдии не сложилась, два брака, два развода, рождение единственного сына Артура, трудное воспитание. Артур спился и тоже не смог сохранить свою семью, так и умер от алкогольной интоксикации. Клавдия Васильевна вообще старалась не говорить про него журналистам. У Артура была дочь, воспитанием которой занималась бабушка. Евгения и Клавдия вместе искали и исследовали биографию Чапаева. Когда бабушки не стало, Евгения выпустила книгу «Мой неизвестный Чапаев». Сейчас Евгения и ее дочь живут в Париже, кроме них больше никто из потомков Чапаева за границу не уезжал. Аркаша с детства мечтал летать. И притворял свои мечты в жизнь, в школе ходил в авиакружок, в седьмом классе летал на аэроплане, как пассажир разумеется. Аркадий окончил школу военных летчиков в Энгельсе, со временем получил должность командира звена тяжелых бомбардировщиков. Он дружил с Чкаловым, вместе с ним разрабатывал схемы испытательных полетов. Сначала погиб Чкалов, а через год Аркадий Чапаев, совершая такой же испытательный полет на истребителе И-16. Аппарат сорвался в штопор и упал в озеро Большой Эльмень. Причину аварии так и не выяснили. Выдвигались версии отказа двигателя, потери сознания во время полета. А Евгения Чапаева в своей книге написала, что Аркадий совершил сознательный суицид. Евгения объяснила это тем, что личная жизнь у молодого человека была сложной, женился рано, а супруга оказалась ревнивой и скандальной. Зоя доводила мужа до иступления. И в тот злополучный полет он уходил в очень взвинченном состоянии, так что вполне мог. В год гибели Аркадию было только 24, и детей они с супругой нажить еще не успели. Вот так сложилась жизнь детей легендарного комдива Василия Чапаева, погибшего в возрасте 32 лет, в водах Урала.